Добрый день! Вы смотрите выпуск новостей на Катунь-24. Меня зовут Егор Матаев. Прямо сейчас начнем выпуск с главных тем. Алтайский край присоединится к всероссийскому марафону доноров костного мозга «Давай вступай». Как записаться в регистры? Есть ли противопоказания? Губернатор Виктор Томенко вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым посетил предприятие «Бийско». Как власти оценили развитие Наукограда? На стене одного из общежитий аграрного вуза в Барнауле создают картину. Автор – молодой художник Иван Ильющенко. Губернатор Виктор Томенко вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым посетили успешные предприятия в «Бийске» и посмотрели, как развивается Наукоград. Подробности далее. Губернатор Виктор Томенко вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым посетил в «Бийске» оборонные предприятия ФНПЦ «Алтай» и СИП «Прибормаш». В условиях специальной военной операции они успешно выполняют гособоронзаказ, а также пользуются мерами поддержки правительства по подготовке и повышению квалификации кадров. Новая линия «Бийской льняной компании» и крупнейшего в Алтайском крае предприятия по выпуску льна значительно повысила эффективность производства. Это предприятие полного цикла. Здесь выращивают лён, готовят пряжу, а из неё шпагаты и верёвки. Генеральный директор Лев Калёнов закупил современную технику иностранного производства. Благодаря этому производительность труда выросла. Выросли и доходы работников. У нас появились миллионеры, то есть люди, которые зарабатывают больше миллиона рублей в год с учётом даже зимних отпусков, работы на ремонте и так далее. В компанию входит также завод «Рукав» – одно из двух российских предприятий, производящих пожарные рукава. Сегодня продукция «Бийского завода» есть в пожарных частях всех регионов России. Мы единственные производители пожарного рукава, у которого продукция поставлена на серийное производство. В этом году выиграли тендер по поставке по гособоронзаказу, по поставке пожарного рукава МЧС. Губернатор пообещал оказать всю возможную помощь льняной компании. В этом году уникальный завод испытывает трудности из-за сильной засухи. Урожай льна сократился. Накануне губернатор поручил часть из дополнительно полученных в бюджет 3,5 миллиардов рублей выделить на помощь сельхозпредприятиям, пострадавшим от засухи. По решению губернатора Томенко администрация «Бийска» также получит средства на решение наиболее болезненных вопросов в городе. Будем увеличивать уже в этом году расходную часть бюджета. Об этом мы договорились на президиуме рабочей группы правительственной. В общем-то всем муниципалитетам здесь найдется место, и близко в том числе какие-то свои самые острые вопросы исполнения своих полномочий решать. Это тоже будет сделано. В общем-то я поэтому коллегам хочу пожелать успехов, а битчанам, конечно, благополучия, здоровья и результатов. Почувствовать результаты хорошего управления, качественного управления городом. Губернатор осмотрел в Бийске новый двор на улице Радищева. Его сделали по программе формирования комфортной городской среды. Всего в Наукограде за последние годы благоустроили 371 двор и 13 общественных территорий. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено более полумиллиарда рублей. В этом году работы ведутся на 21 объекте. Развитие города и общественных пространств возможно благодаря успешным предприятиям. Именно они отчисляют большие суммы в бюджет, и эти деньги направляют на проекты для всех жителей города. Многое по городу еще будет сделано и в рамках программы дорожных работ, и в рамках доведения до ума тех объектов, которые по комфортной городской среде делались. Да и многое другое. Я думаю, что, наверное, мы должны быть удовлетворены самим подходом, как в этом году в Бийске все эти работы были организованы. Важно очень вовлечение самих жителей города в голосование, в определение, что надо сделать на конкретных площадках, особенно там, где они такой уносят характер массового пребывания людей, массового использования устройства общественных пространств. Это очень хорошо. Мне отрадно отметить, что в этом году, вот у нас с начала сентября уже по дворам вся работа закончена, причем закончена месяц назад. Так оно и должно быть. Еще надо в этом сезоне успеть воспользоваться, как говорится, плодами этой работы. Ну и дальше, я надеюсь, это будет поддерживаться в хорошем состоянии. Решаются и другие вопросы. По словам главы региона, завершается ремонт коммунального моста, что позволит решить проблему пробок. Город также готов к зиме. В этом году по решению губернатора в Бийск закупили три грейдера. Остается на контроле и закупка новых трамваев. Глеб Поленский, Дарья Эндерс, Денис Кузьменко. Новости. И к другим темам. Всероссийский марафон доноров костного мозга пройдет в Барнауле 8 сентября. В этот день все желающие возрасте от 18 до 45 лет смогут вступить в регистр доноров. Процедура не страшная. Понадобится всего лишь сдать 3 мл крови из вены. Акция пройдет на площади Сахарова напротив Титофорен. И с 10 до 14 часов при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. К донорству костного мозга есть противопоказания. Это онкозаболевания, болезни крови или инфекционные болезни, период беременности, прием антибиотиков и другие. Что такое костный мозг и почему важно вступить в регистр доноров, мы узнали у специалиста Алтайского краевого центра крови Татьяны Зяблицкой. Костный мозг – это важнейший орган кровотворной системы, в котором образуются гемопоэтические кровотворные стволовые клетки. Это предшественники всех клеток крови человека. Костный мозг не стоит путать с головным и спинным мозгом. Это очень важно. Костный мозг – это все-таки кровотворный орган. Заготовка гемопоэтических клеток или костного мозга проводится двумя способами. Основной в настоящее время – это из венозной крови. Второй более редкий способ, он применяется в 30%, это забор стволовых клеток и стазовой кости. Донорская кровь незаменима, и очень важно быть донором, сдавать кровь и дать шанс на жизнь какому-то другому человеку. Это очень важно и в случае сдачи гемопоэтических стволовых клеток. Когда можно сказать, что вы проживете вторую жизнь. То есть будет где-то жить человек с вашими клетками крови. Продолжаем выпуск. В Барнауле нашли подрядчика на автобусной 37-й маршрут. По итогам электронного аукциона им стал индивидуальный предприниматель Николай Усольцев, сообщает пресс-служба администрации города. В последнее время транспорт по этому маршруту ходил редко, работал только один автобус. На маршруте 50 остановок. Первая в микрорайоне Восточный, последняя в Октябрьском. Согласно контракту, перевозчик должен представлять пять автобусов, которые будут ходить с интервалом в 30 минут. В будни первый рейс отправляется из Октябрьского микрорайона в 5.47, а последний из Восточного в 19.57. По плану на линию выйдут автобусы, рассчитанные не менее чем на 18 человек. На обслуживание выделили почти 2 миллиона рублей. Несколько школ Барнаула вошли в число лучших по количеству выпускников, поступивших в ведущие УЗы России. Об этом сообщает городская администрация. Общенациональный список подготовил агентство РАЭКС «Аналитика». В него вошли 300 учреждений. Также составлен лист школ лидеров для каждого региона России. Об этом проинформировал официальный телеграм-канал Комитета по образованию города Барнаула. Лучшей школой Алтайского края стал Барнаульский лицей номер 124, на втором месте гимназия номер 42, на третьем – Бийский лицей интернат. Также Алтайский край в крупных учебных заведениях страны представляют бывшие ученики Барнаульской гимназии номер 22, лицея номер 112, Бийской школы номер 3 и других учебных заведений. Самая большая в Алтайском крае монументальная роспись появится на стене одного из общежитий Аграрного университета. Ее создает Иван Ильющенко, автор выставки «Восемь странных чувств», которая сейчас работает в Барнауле. В этом году Алтайскому аграрному университету 80 лет. В честь этого на общежитии номер 4 напишут картину. В нулевых это было одно из самых высоких зданий города, а мурал займет всю его боковую стену. Размер арта 41 на 18 метров. Инициатор проекта – управление молодежной политики Алтайского края и Алтай молодой. Очень хочется верить, что она отзовется в сердцах и горожан, и жителей Алтайского края и будет вызывать теплые эмоции. Потому что мы очень большой смысл вкладывали в этот образ, образ девушки, обнимающей сноп пшеницы, улыбающейся, солнечной, красивой девушке, современной, которая действительно передает смысл любви к своему аграрному, ну вот наш аграрный регион. Расписывает стену художник Иван Ильющенко. Он взялся за проект не просто так. Дедушка Ивана в прошлом ректор Агау. Поэтому можно сказать, с университетом у мастера семейная связь. Да и модель для эскиза выбрана не случайно. Это муза художника, его жена. По подсчетам Ивана на весь арт уйдет больше 200 литров краски. А закончит он его примерно за месяц. Мне всегда лениво как-то размечать или что-то там, какие-то подготовительные работы делать. Мне кажется, я начну рисовать сразу. То есть у меня подготовлен эскиз, у меня разработана своя какая-то система, по которой я буду наносить конкретные детали. И то есть я вот сейчас поднимусь до определенного уровня и начну сразу делать те штрихи, которые будут как бы окончательными. Реализуется проект за счет федерального гранта «Регион для молодых», краевых средств и спонсорской поддержки аграрных предприятий. Кстати, этот мурал станет самым большим объектом монументальной живописи в крае. Это будет хорошим украшением вот этого красивого знакового места пересечения улицы Молодежной и проспекта Красноармейского, где располагается аграрный университет. И знаете, символично будет то, что улица Молодежная будет явно молодежной издалека. Позже на мурал хотят нанести QR-код. После высчитывания на экране устройства появится все та же девушка с пшеницей. Но это будет уже не статичная картинка, а подвижная анимация. Правда, пока это только задумка. Константин Ганов, Анна Борисенко, Антон Еноткин. Новости. К этому часу у меня все. До встречи в эфире.